Почему бывает очень важно, как выстроится иерархия в коллективе? Допустим, просто представьте такую ситуацию, вы отучились в одной школе 11 лет, и у вас выстраивается иерархия с первого класса по 11. Соответственно, иерархия может выстроиться уже во втором, в третьем, в четвертом, в пятом классах, и она уже так и будет идти. Допустим, все закрепились на своих статусах, кто-то такой неуважаемый человек, кто-то такого среднего статуса, кто-то высокого статуса, он там пробился в иерархии, он там лучше общался с людьми, умеет объединять, умеет манипулировать, паразитировать. Возможно, он в силу того, что он немножечко умнее, немножечко хитрее, его родители, возможно, ему что-то рассказали, может, он сам догадался, и он может манипулировать, хитрить, психологию лучше понимает. Кто-то другой такой немножечко тормоз, он немножко отстает, немножко не понимает, где над ним прикалывается, где доминирует, где паразитирует. В общем, выстраивается иерархия, и это очень важно. И очень полезно как бы менять коллективы Нельзя находиться в одном коллективе Вот лучше, конечно, для уверенности в себе Лучше сменить хотя бы 2-3 школы Чтобы не видеть одних и тех же людей Как бы это очень полезно Полезно общаться со множеством количеством людей Как бы понимать, как общаются люди Психологию, видеть лица, другие разные лица Слышать разные голоса Для психики это очень важно Субтитры создавал DimaTorzok